С детства знакомая картинка. Горилла, австралопитек, человек прямоходящий, неандерталец и, наконец, хомо сапиенс. Человек разумный. Теория эволюции Чарльза Дарвина. Мало кто знает, что переходного звена между человеком прямоходящим и, собственно, обезьяной ученым обнаружить так и не удалось. Более того, генетики доказали полное несовпадение генетических кодов человека и обезьяны. Свиньи, например, генетически человеку гораздо ближе, чем обезьяна. Сам Дарвин писал, если будет найден хотя бы один сложный орган, возникший не в результате последовательных изменений, то моя теория потерпит полный крах. Сегодня обнаружено уже тысячи таких органов. Ученые знают только одно. 40 тысяч лет назад в Европе не весть откуда взял и появился человек, белокурый кроманьолец, такой же, как мы сейчас, без когтей и шерсти, разумный и законченный. Откуда он взялся? И почему детям в школах по-прежнему преподают теорию Дарвина как единственно верную? Я знаю точно, человек произошел от обезьяны. Я думаю, это ошибка. Сенсация. Кто и зачем заставил Дарвина написать все именно так? В данной ситуации выживают умнейшие. Кто стоял за спиной ученого и кто до сих пор не дает рухнуть теории эволюции? Одна из самых кровожадных частей масонского ордена. Правда ли, что Дарвин страдал психическим расстройством? Была эта мутация и в роду Дарвина. С какой целью проводились чудовищные опыты над людьми? Опыты скрещивания так называемых низших рас с антропоидными обезьянами. Кому нужно было скрыть космическое происхождение человека? И кто решил истребить носителей голубой крови? Вся правда о Дарвине и глобальном заговоре под названием «Теория эволюции» в уникальном спецпроекте телеканала РЕН-ТВ. Код Дарвина. Проклятие обезьян. Эти люди утверждают, что несут добро и свет по всему миру. Какие они люди? Они не люди. Еда и одежда, просвещение и медицина. Самые гуманные цели, самые светлые идеи позволяют им с легкостью перемещаться из одной страны в другую. С одного континента на другой континент. Это наркотик, на который люди подсаживаются. Пограничники никогда их не останавливают. Таможня не досматривает их багаж и не берет с них пошлины. Для них нет границ во всем мире. На их службе звезды первой величины. Надо сделать все возможное, чтобы люди не страдали. Благотворительные и миссионерские организации. Они действуют по всему миру. Их представителей принято считать почти святыми. Но... 2009 год. Кения. Застрелен Джон Вудсток. Миссионер из организации «Открытые двери мира» и одновременно агент ЦРУ. 2005 год. Дамаск. Сирия. Алисия Вудсборо из организации «Юнайтед Волт», занимавшаяся поставкой медикаментов, выслана из страны после провала агентурной сети «МИ-6». 2006 год. Москва. Россия. Марк Доу. Секретарь британского посольства и куратор российских благотворительных общественных организаций выслан из страны после громкого шпионского скандала. 1984 год. Хартум. Судан. Застрелен проповедник Лучана Каноци при попытке передачи партии автоматов Калашникова боевикам одной из радикальных исламских группировок. 1951 год. Бенгази, Ливия. Католический священник, отец Николы Пунзани, арестован при передаче компромата на короля Идриса I сотрудником итальянских спецслужб. И кто мешает внедриться в эти организации шпионам, ну или разведчикам, и под маской благотворительности выполнять свою задачу? И это далеко не полный список шпионов иностранных разведок, действовавших под прикрытием благотворительных организаций. Но первый из этого списка и лучший исполнитель, так никогда и не засветившийся, совершивший настоящий переворот в истории разведок и в мировой истории, был Чарльз Роберт Дарвин. Чарльз Дарвин, по воспоминаниям современников, был тихим и скромным юношей. С детства он страдал синдромом Аспергера, психическим заболеванием, родственным аутизму. Он не отличался ни выдающейся работоспособностью, ни аналитическим складом ума. Его отец, Роберт Дарвин, был крайне раздосадован посредственными способностями сына и говорил, что природа решила отдохнуть на Чарльзе. Однако именно этому человеку суждено было совершить настоящую революцию в сознании всего человечества, самую мощную из всех мировых революций, следствием которой стали все последующие революции и катаклизмы на планете Земля. Как только сегодня распространился, распространился атеизм, распространилось неверие, в 20 веке прошли революции по всей Европе, и монархи как бы перестали существовать. Главный труд жизни Дарвина, происхождение человека и половой отбор, вышел тиражом всего в 1250 экземпляров. Книга вызвала страшный скандал во всем мире. Ну, это как, например, на полном серьезе выпустить книгу о том, что человек, например, дышал ушами, ел носом. В ходе эволюции потом мы будем доказывать, что все поменялось. Но ведь это бред. Уританская Англия была шокирована. Бога нет. Люди произошли не от руки создателя, а от обезьян. Все пожирают всех и выживает сильнейший. Лондонская Королевская Академия Наук обозвала Дарвина выскочкой и шизофреником. Сэр Эрнст Чейн, лауреат Нобелевской премии по биологии, заявил, постулаты о выживании сильнейших в результате случайного совпадения мутаций не имеют никаких доказательств и противоречат фактам. Адам Седжвик, друг и учитель Дарвина, назвал его теорию однозначно ложной и абсурдной. Но прошло всего несколько лет, и люди, которые поносили теорию эволюции, вдруг стали ее сторонниками. Как это получилось? Фиар в Детанцереке сводился именно в том, чтобы въедрить своего агента в определенные тусовки, в клубы, чтобы там распространился тренд, и чтобы в этих клубах начали это обсуждать, это начало распространяться. И дальше это уже, если это в клубах обсуждается, дальше это распространяется везде. Всего за 150 лет, прошедших после издания происхождения видов Дарвина, мода и потребление заняли место религии. Каждый человек сегодня батарейка, работающая на свою корпорацию. Взамен мы получаем набор иллюзий, суррогат вместо еды, рекламу вместо искусства, виртуальных друзей вместо настоящих. Стабильно и недорого удовлетворение любой нужды. 150 лет назад человек из божественного создания превратился в животное. Безболезненно, совершенно научным путем. Принято считать, что учения Чарльза Дарвина это безобидная отрасль биологии. Но сегодня эксперты утверждают, на самом деле, теория эволюции это мощный и очень дорогой политический проект, за которым стояли определенные силы, имеющие конкретные цели. Более того, этот проект продолжается и в наши дни, и его политические последствия еще не самые страшные. Перед вами не кадры из фильма ужасов. Это обычный казахский ребенок с необычной внешностью. Приходится брить его раз в неделю. Кажется, мальчик Абалай служит классической иллюстрацией к высказыванию «Человек произошел от обезьян». А ну-ка попробуй, отбери. Родители пытаются лечить мальчика, но эффект дает одно лекарство – ножницы. Больше лечить нечем. Врачи поставили Абалаю диагноз строго по учению Дарвина. Крайне стерильное проявление герсутизма, атабизма так называемый, то есть это наши предки в нас взыгрывают. Это как раз одно из доказательств теории эволюции. У ребенка по какой-то случайной причине восторжествовали гены предков человека и эволюция в отдельно взятом представителе людского рода пошла вспять. Все стройно и согласно учебнику, если бы не одно «но». Посмотрите, как живо мальчик реагирует на камеру, как быстро он нашел общий язык со съемочной группой. А ведь ребенок всю жизнь провел в диких казахских степях. В школе у него отличная успеваемость. Рассказы отличаются рассудительностью, которую нечасто встретишь у его столичных сверстников. Это тебе, Абалай, за отличную учебу. Спасибо, в следующем году я постараюсь учиться лучше. У меня не будет ни одной четверки. Почему поворот назад к обезьянам никак не сказывается на интеллекте Абалая? Почему же атавизм проявляется, но совершенно не влияет на умственное развитие? Скорее наоборот. Мыслительные способности у таких людей выше среднего. Необычайно развита интуиция и умение находить контакт. Посмотрите на обезьян, чьи гены якобы взыграли у больных гипертрихозом. У них как раз нет шерсти на лице. Тут скорее можно говорить о ботавизме, возвращении человека к генам собаки или волка. Но даже для объяснения по Дарвину это невозможно. Таких вещей нет. Если рождается ребенок с хвостом, человек, покрытый весь шерстью, можно ли это назвать атавизмом? Это просто уродство. Это какая-то мутация. Почему же теория Дарвина не объясняет ни этот случай, ни сотни других подобных? Как она? Кровотечение. Орала сильно. Думали, что умрет. Хлороформ дали. Дайте я сам. Инструмент, срочно. Реакции в норме. Нечувствительным к боли, вес. Доктор, покажите мне моего ребенка. Уберите руки. Вы обещали не претендовать на материнство. Смотрите далее. Результат страшного эксперимента. Гибрид человека и обезьяны. Это мой дедушка. Кто заставил Дарвина написать теорию эволюции? Это было коллективным трудом. И зачем эту идею продолжают внедрять в массовое сознание? Единственное, чего мы хотели добиться, это свобода ПВС. В уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ Код Дарвина. Проклятие обезьян. 1926 год. В квартиру писателя Михаила Булгакова врывается толпа вооруженных людей. Обыск. Сотрудники НКВД забирают из квартиры писателя только рукопись нового романа. Поступает указание. Забыть о рукописи и фактах, изложенных в ней. Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны. А-а-а. Как? Неужели, профессор, обезьяны? Кто такой профессор Преображенский? Это практический хирург Евгеник. Ты оставишься перед собой в цели Евгеники. Выращивание чего-то среднего между животным и человеком. Модное направление дарвинизма Евгеника процветало в начале прошлого века. Согласно теории Дарвина, человек не более, чем высшее животное. А значит, к нему можно применить методы селекции животноводов. Выбран любимый автор. Это Дарвин. Почему он так полюбился вождям пролетариата? Не потому, что они так вникли в тонкости эволюционной биологии. А вот это идея борьбы. Борьба классов, да, как двигатель истории, как они считали. И здесь, оказывается, борьба-то еще и в природе происходит. Интересно, что и в фашистской Германии, и в Молодом Советском Союзе любая теория происхождения человека, кроме Дарвиновской, была признана мракобесием. Ученые всерьез разрабатывали технологии, как правильно селекционировать людей. Появилась мысль о том, что вот сейчас наступают новые времена, и должен появиться новый человек. Новый человек, другой человек, это особый человек, супермен. В разных народах эта идея прозвучала с разным оттенком. Вот цитата из медицинского журнала тех лет. Необходимо увеличить число потомков людей с желательными признаками путем искусственного осеменения женщин с пермой, взятой от талантливых и ценных мужчин-производителей. Медицино-биологический журнал СССР, 1929 год. Прототипом профессора Преображенского стал профессор медицины Илья Иванов, потомственный дворянин. Он решил получить потомство от обезьяны и человека. Константин Россиянов много лет изучает историю опытов Иванова. Он считает, что на профессора Иванова слишком повлияли модные идеи социал-дарвинизма. Говорил, что вообще за этими опытами стоял Сталин. Хотел, чтобы производство гибридов стало массовым, и чтобы в Красной Армии солдат заменили гибриды, потому что они будут лучше обычных солдат. Страна Советов стала прекрасным полигоном для селекции человеческой расы. Новорожденные атеисты были готовы проводить любые опыты. Революционерам срочно нужна была рабская сила, способная безжалостно выполнять приказы. Думали, что эти гибриды между человеком и приматом можно будет использовать как такую дешевую рабочую силу на стройках коммунизма. Свежесозданная Академия наук не осмелилась перечить далеко идущим планом новых правителей. Опыты Иванова были одобрены. Требовалось финансирование новых заводов по производству советских гомункулусов, гибридов, людей и обезьян. Большевики с большим вниманием прислушались к нему, и его приняли Цурупа, наркомпрод, и Луначарский, наркомкультуры. Их беседа длилась 4 часа. Остался даже протокол небольшой. Вот протокол заседания комиссии комиссариата по внедрению гомункулусов от 1927 года. Рождение гибридной формы между человеком и антропоидом вполне возможно. Опыты эти могут дать чрезвычайно интересный материал для выяснения вопроса о происхождении человека, а также помогут в улучшении потомства советского человека. Лев Каменев, комиссия СТО, о выделении средств профессору Иванову. Нищий Советский Союз в то время не скупился на бесчеловечные опыты. В Сухуме был создан сверхсекретный объект. Официально – питомник для шимпанзе. Туда в течение нескольких лет ехали специально отобранные добровольцы со всей страны, готовые стать подопытными экземплярами. Полагалось, что женщин будет несколько, что им будут год платить зарплату. Но что самое главное, конечно, не материальная заинтересованность, а моральная. По планете поползли первые новости о новой расе коммунистов. Самки, шимпанзе беременны. А несколько женщин-добровольцев уже год не выходили из стен питомника. Профессор Иванов запретил им во время так называемых опытов по скрещиванию какое-либо общение. Луначарский лично проверял всю зарубежную прессу на предмет утечки данных из Сухуми. По приказу Феликса Дзержинского сотрудники питомника обязаны были еженедельно сдавать отчеты о своей работе в ОГПУ. Но обстановка строжайшей секретности вскоре дала сбой. В 1932 году один из сотрудников находившийся в этом обезьяннике бежит за границу. И перед этим выпускает гибридных обезьян из клеток на свободу. И все руководство обезьянников в 1932 году расстреливают. А документы по исследованиям равно как и переписка исчезли без следа. Один документ нам все-таки удалось найти. Его передала в редакцию дочь одного из бывших сотрудников Сухумского питомника, пожелавшей остаться неизвестной. Подписка о неразглашении. Образец. В нем фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные. Ниже текст. Обязуюсь не разглашать сведения, ставшие мне доступными в ходе проведения работ по организации научных экспериментов с целью получения нового вида человека путем скрещивания самки человека с самцом орангутана. 12 мая 1930 года. Уже в наши дни обнародованы показания свидетелей ГУЛАГа. Красный Франкенштейн с успехом продолжал свои опыты над заключенными в закрытых шарашках. Конечно, если бы опыт закончился успехом, то тогда об этом узнали бы все, это было в интересах Иванова. В стенах больничного управления ГУЛАГа был выведен экземпляр новой расы, который представлял собой покрытое шерстью существо ростом метр восемьдесят. Единственный недостаток человека-обезьяны – неспособность к воспроизводству. Из архива биолога Бернара Эйвельсона. Документы с ссылкой на некоего советского врача были обнародованы бельгийским биологом Бернаром Эйвельсоном. Его книга «Загадка замороженного человека» взорвала мир. Есть такие особи, которые получены от такого скрещивания. Они, как правило, не способны дальше воспроизводить себе подобных. Хотя среди отдельных видов животных они в состоянии также размножаться. Смотрите далее. Кому выгодно было создание теории эволюции? Любым безбожникам. Кто диктовал Дарвину основные постулаты его теории? Москва с сатанинским уклоном. Женщина-кактус – вызов эволюции. Это непонятные науки случаев. Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ «Кот Дарвина. Проклятие обезьян». Мария Шрайбер, ученица из Петербурга, считает учение Дарвина аморальным. Она уже два раза подавала в суд на собственную школу. Мы хотели добиться этой свободы выбора. Допустим, вы родились в религиозной семье. Но вы совершенно не обязаны следовать этой религии. И наоборот. Поэтому, мне кажется, ограничивать детей праве выбора – это очень большая ошибка. Мария и ее отец дважды подавали в суд на Министерство образования Российской Федерации за нарушение прав человека путем безальтернативного навязывания теории Дарвина в школах. Но суд принимал решение не в их пользу. В школе отношение к девочке резко изменилось. Во-первых, мне не понравилось, что я привлекла внимание к школе, потому что школа вообще-то ни в чем не виновата. Кстати, чтобы вы знали, меня до сих пор не пускают в школу. То есть, знаете, поздороваться с преподавателями я не могу. Учебник – мощное идеологическое оружие государства. Какую же позицию отводит он нам согласно Дарвину? Цитата из учебника. Все живые организмы на Земле происходили друг от друга. От примитивной клетки к сложному млекопитающему путем естественного отбора по принципу «выживает сильнейший». Высшей точкой эволюции Дарвин считал человека самое сложное животное. Но если теория Дарвина справедлива, почему эволюция уже 7 миллионов лет топчется на одном месте? Почему не появляются новые виды животных? Почему человек не развивается? И самое главное, почему ученым так и не удалось ни из одной обезьяны сделать человека? Вопросы, так сказать, механизма эволюции, они больше переместились, и я бы сказала, из плоскости там палеонтологии в плоскость молекулярной генетики. Ученые Института человека и животных в Луизиане еще в 2004 году расшифровали информацию о предках человека, заложенную в нашем ДНК. Опубликованный ими труд стал сенсацией. Американские генетики заявили, что все люди произошли от 12 женщин и 8 мужчин. Только эта информация содержится в кромосомном наборе человека. О других предках, а тем более предках-обезьянах, информации нет. Но дарвинисты не готовы сдавать позиции. Но дело в том, что в конечном итоге мы с рабезьянами родичи, в этом нет ничего, потому что они являются далекими нашими предками. Антон Вуйма – профессиональный пиар-технолог со стажем. Он считает, дарвинское учение – это хорошо продуманный промоушен идей определенной политической группы. Была сделана такая пиар-акция, после которой была уже заявлена эта теория. При том, что, в принципе, книга вышла довольно быстро после этого путешествия. И, с моей точки зрения, это было коллективным трудом некой группы людей, которые преследовали определенные задачи и цели. Кто же стоял за спиной Чарльза Дарвина? Кому это было выгодно? Отсекать главные артерии необходимо одним движением. Обратите внимание, сердце этого человека говорит о хорошем знакомстве с пивной кружкой. Думаю, что... почки подтвердят эту дружбу. Чарльз, извольте принять. Чарльз! Отец, я не выдержу этого. Извольте вести себя прилично. Отец Чарльза Дарвина, Роберт, ученый и врач, часто развлекал публику демонстрации вскрытия человеческого тела. Он был достойный преемник своего отца, Эразма Дарвина, естествоиспытателя, атеиста, мастера, объединенной великой масонской ложи Англии. Отец его был атеистом. Помимо того, что атеистом, он был масоном. Это совершенно официальные данные. Более того, он был главой нескольких лож масонских. Он был врач, достаточно образованный человек. В принципе, сам был непрочен написать подобный трактат, но по каким-то причинам его не написал. Но передать свой опыт и знание сыну было невозможно. Способности Чарльза были ниже среднего. Чарльз Дарвин боялся одного только вида крови. Великий ученый никогда не брал в руки скальпеля. Он больше времени проводил за молитвой, что весьма удивляло семью ученых-атеистов. Учеба в школе оказалась скучной, а позже медицинский колледж вызывал отвращение и был заброшен. Цитата из Дарвина. Я убедился, что отец оставит мне изрядное состояние. Этого было достаточно, чтобы уничтожить всякое серьезное стремление изучать медицину. Только на факультете богословия в Кембридже, куда как непригодного к наукам определил его отец, Чарльз почувствовал себя своим. И он так думал, что, видимо, у сельского пастора будет много досуга, прогулки на лоне природы, ну и, в общем, такое хорошее, приятное время препровождения в жизни. За время учебы в Кембридже, кроме богословских книг, Дарвин прочитал всего две работы по естествознанию. Как же мог столь далекий от науки человек стать главным ее преобразователем? 19-20 века время революций. Королевские дома прекращают свое существование. Голубая кровь больше не имеет значения. Она стекает с ножа гильотина и солдатского штыка и уже никому не кажется такой уж необыкновенно голубой. Отныне все равны. От последнего оборванца с далекой окраины до премьер-министра, президента и короля нет больше помазанников божьих. Они так же, как и все остальные, имеют в своей родословной мартышку. Культура, вера, традиции, существовавшие тысячелетия летят в топку истории. Кому же все это было выгодно? Атеизм распространился повсеместно. И в 20 веке, даже сейчас, мало кто, даже среди тех, кто ходит в церковь, полноценной веры. То есть верю в существование Бога в ровно в то же мере, в которую я верю в то, что передо мной стоит стол. То есть вот такая вера в достоверное существование Бога, она была разрушена крайне эффективно. Вместе с этим были разрушены монархи. Эксперты утверждают, голубая кровь это не просто крылатое выражение. Цвет крови многих аристократов и представителей древних королевских династий действительно имеет голубоватый оттенок. Голубая кровь не вымысел, она существует. Люди с голубой кровью вместо в парфириновом цикле в геме крови имеют не железо, как все обычные люди с красной кровью, а медь. Интересно, что у разных народов мира есть легенды о богах с голубой кровью, которые с незапамятных времен прилетели на Землю. Они научили людей выплавлять медь и соблюдать определенную диету, потребляя продукты с высоким содержанием меди. Это злаки, крупы, хлебные изделия. Согласно легендам, именно своих потомков, в жилах которых текла голубая кровь, боги и оставили на Земле править людьми. Теория эволюции Дарвина, по сути, была бунтом. Интересно, что в Кембридже, где учился юный Дарвин, за ним по просьбе отца присматривал профессор Генслоу, естествоиспытатель и член масонской ложи. Целью масонов было вот что, занять такое положение в обществе, чтобы можно было самым непосредственным образом влиять на политику, влиять на развитие государства, влиять на судьбы народа, своего и других народов. Какую же цель преследовали меценаты науки? Конец 19 века. Римская католическая церковь одна из богатейших структур мира. Папа Римский Пий IX официально придает анафеме социализм, либерализм и биологию. В 1870 году на карте мира появляется государство Ватикан, куда стекаются церковные налоги со всех католических стран. Ровно через год выходит скандальная книга Дарвина «Происхождение человека». Тайные общества подготовили, я имею в виду иллюминаторы, зенкрейсеры, подготовили разрушение церкви. Появились идеи, потому что идеи правят миром. В Англии должен был появиться человек, который попытается совершить первую, первую в истории человечества попытку соединить все знания о природе в некой новой научной теории. Таким человеком оказался Чарл Старр. Смотрите далее. Истинные задачи международных благотворительных организаций. Разведку на корабле проводили. Проводили буквально все. Опыты над людьми. Кто стоял за спиной Дарвина? Кучка людей, которые за гроба стали себе все богатства мира. Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ код Дарвина «Проклятие обезьян». Теория Дарвина нанесла сокрушительный удар по авторитету католической церкви. Как следствие, первым делом церковь лишилась обширных владений в Англии. Папа Римский мог и дальше издавать любые указы, но они уже никак не влияли на ход мировой истории. Кому было выгодно сместить наместника Бога на земле? Конечно, она могла сыграть на руку масонам, как она могла сыграть на руку любым безбожникам. Великая английская ложа была лишь верхушкой айсберга политических сил. Так кто же стоял за масонами? Кому хотелось сместить власть королей и императоров? Нарине уже больше года не выходит из дома. Она старается ни с кем не общаться и больше не верит врачам. Сегодня ничто не может вывести девушку из депрессии. И потом на протяжении нескольких месяцев из укол этого места выходили колючки. Как утверждают врачи обычного кактуса. Это непонятные науки случаи. Из тела у девушки выходят шипы. Но вскоре колючки стали прорастать по всему телу. Повторный анализ дал страшный результат. У девушки из тела растет мутант человека и кактуса. Чуверодный геном, чуверодный ген встраивался в наш собственный геном, они обменялись между собой генами. Врачи вытаскивали иглы каждый месяц, но они росли вновь и вновь. Более 140 иголок. Потом девушка перестала ходить в больницу. Теория скрещивания видов по Дарвину обрела фантастический облик. Вирус папиллома человека, который дает на нашей на коже на слизистых такие длинные выросты, которые могут быть похожи на волоски, предположим, могут быть похожи там еще на что-то, хотя на самом деле это вирусная вирусная борода. В стране, где живет Нарине, проводится много фармакологических испытаний. Возможно, девушка стала сама того не ведая подопытным кроликом для чьих-то экспериментов. Так называемые лекарства от спида или от рака часто даже не испытывали на крысах, а сразу предлагали людям. Неужели кто-то и сегодня, подобно красному Франкенштейну, проверяет свои теории на людях? Каждый год Интерпол находит подпольные лаборатории в разных точках земного шара, где проводят бесчеловечные опыты над людьми. Каждый год к психиатрам обращаются люди, которые утверждают, что их похищали инопланетяне и проводили над ними опыты. Достаточно много людей пропадает, а потом где-то обнаруживается без памяти. Значит, соответственно, похищать могут для того, чтобы использовать, для того, чтобы провести эксперименты какие-то и так далее, и так далее. Кто же положил начало врачебному цинизму? Неужели Дарвин, который падал в обморок при виде крови? Крепко свяжи ему руки. Крепко свяжи ему руки. Дай ему Рома. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаменитая фраза «Человек произошел от обезьяны, приписываемая Дарвину», на самом деле принадлежит Томасу Гексли, другу и популяризатору теории Дарвина. Гексли был не только ученым, он работал на секретную службу Великобритании. Томас Гексли не только вписал в труды Дарвина известную фразу, но и заметно пополнил их разными идеями. Вот только зачем ему это было нужно? Гексли станет тенью Дарвина. Его имя всегда будет скромно стоять в ряду последователей человека, придумавшего теорию эволюции. Что касается Томаса Хаксли или Гексли, то он был тоже популяризатором Дарвина, и он был участником известного такого диспута между ним и епископом Уэлберфорсом. Вот, и Гексли отстаивал идею, значит, о том, что человек все-таки потомок обезьяны, а епископ Уэлберфорс, что человек все-таки творение Божие. Гексли называли бульдог Дарвина. Так истово он бросался на защиту теории эволюции. Он популяризировал учения Дарвина, писал основные его тезисы, которые потом переводили на другие языки. Именно в его изложении о теории эволюции узнали Гитлер, Мао Цзэдун, Муссолини и Сталин. Пиарщик в 19 веке, его задача была проникнуть в эти тусовки элиты и распространить там определенное мнение. Именно это и было сделано первыми дарвинистами. Они проникли в тусовки элит одновременно сразу в нескольких государствах, то есть имели там своих агентов влияния, которые сразу же там стали распространять теорию Дарвина. Все знают эту картинку. Эволюция из обезьяны в человека. Дарвин с его плохим знанием анатомии не мог даже представить себе столь сложную иллюстрацию. Ее автор Гексли. А вот это дерево, происхождение видов, тоже принадлежит его карандашу. Более того, автором самой гипотезы о происхождении человека от обезьяны был не Чарльз Дарвин. Гексли придумал и опубликовал эту теорию на пять лет раньше Дарвина. Но тогда на него никто не обратил внимания. Томасу Гексли понадобилось аристократическое имя Дарвина и финансовая поддержка великой масонской ложи, чтобы раскрутить свою теорию по-настоящему. Посмотрите, у этого человека полностью утрачено восприятие действительности. Он зависим от препарата, который принимает. Где ж мои таблетки? Ах! А этот человек не может прожить и дня без кружки пива. Анатолий Петрович не считает себя алкоголиком. Он просто расслабляется перед телевизором с легким алкоголем. Эти люди не наркоманы и не алкоголики. Они просто любят поесть. Проблема в том, что еда стала для них целью жизни. Если человек говорит что угодно, но я не могу ограничить себя в сладком, я должен каждый день съедать шоколад, то все, 50, это зависимость. Это значит, что вами управляют. Но кто посадил нас на эту иглу постоянного потребления? Умнейшие, так скажем. И эти умнейшие, они будут создавать расцвет нации, мировой нации, через несколько десятков лет. после установления нового мирового порядка, наука встала на место религии, а управляют развитием науки финансисты, те, кто выделяет деньги на исследования, но только на те, которые в данный момент выгодны транснациональным корпорациям. Все достижения науки, все открытия сегодня проходят через фильтр дарвиновской теории. Если они не соответствуют, вы не узнаете о них, потому что это невыгодно корпорациям, построившим свои империи на методологии теории эволюции. Такой передел начался 150 лет назад, когда благодаря теории Дармина с арены мировой политики впервые за много тысячелетий сошли императоры. Монархи так или иначе завязаны на религии, потому что в религиях монах является помазанником Божьим, и его фактически назначает на правление Господь Бог, и противоречить этому миру устройству и устройству монархии 1945 год. Япония переживает глубокий траур. Тысячи жителей страны восходящего солнца провели обряд сипуку ритуального самоубийства. Перед смертью они объясняли одну и ту же причину официальный отказ императора Японии от своего божественного происхождения. Тот, кого японцы сотни лет считали сыном божественной пары Амтирасу и Сусаноу, принял новую мировую религию Дарвинизм. Дарвинизм всех людей поставил в один ряд. Нет ни аристократов, ни королей. Всеобщее равенство. Интересно, но именно после торжества теории Дарвина в течение 50 лет все страны Европы расправились со своими божественными правителями и спровоцировали Первую мировую войну. Эксперты уверены ученые до конца жизни так и не узнал на кого он на самом деле работал. Я боюсь, Бог осудит меня. Раньше Бога вас осудим мы. И это не пустая угроза. Вы знаете, что общественное мнение достаточно подготовлено. нам просто необходимо привести последнее доказательство, а именно человек и обезьяна. Пусть Гексли издаст это под своим именем. Чарльз, у нас есть вы, и наше общество запомнит только вас. Смотрите далее. Какие задачи масоны ставили перед Дарвином? Им нужно было устранить монахов. Расовые распределения обязанностей? Есть боченцах, есть соевой пайдаток. Кто настоящий правитель мира? Власть мировой закулисы. Итоги страшного эксперимента? Будет делать андроидов. Мы никуда не денемся. Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ код Дарвина «Проклятие обезьян». 1859 год. Новая книга «Происхождение видов или естественный отбор» раскупается за несколько дней. Мгновенный успех увесистого труда у широкой публики невероятен. Причина блестящий литературный стиль автора. Книгой зачитывается средний класс. Вроде бы серьезная проблема, но написано так, что могут читать даже, извините, домохозяйки. Поэтому книга, конечно, в первые три дня, эти 1250 экземпляров, первое издание просто буквально смели с прилавков. «Блестящая литературная форма не говорит о таланте ученого. Ни одно положение не придумано Чарльзом Дарвином». Естественный отбор – процесс, приводящий к выживанию более приспособленных особей. Эта научная гипотеза получила обоснование еще в 1813 году натуралистом Уэлсом. Теория эволюции – все виды возрастают в геометрической прогрессии. Автор этого наблюдения Томас Мальтус. Происхождение человека от обезьяноподобного примата. Человек и обезьяна имеют общего предка. Автор идеи Томас Гексли. Он не был профессиональным ученым. У него не было диплома естествоиспытателя, биолога или еще кого-то. Он был в этом смысле самоучкой. Дарвин писал свою теорию как роман. Точнее сказать, он даже не писал. Книга вышла довольно быстро после этого путешествия. И с моей точки зрения, это было коллективным трудом некой группы людей, которые преследовали определенные задачи и цели. Новому поколению дельцов было очень удобно признание всеобщего равенства в происхождении от обезьян. Отсутствие божественного надзора освобождало от ответственности. Уберем социальные скайпы, нравственные скайпы, уберем идеологию. Система рухнет. Любая система. Самые жестокие и аморальные методы лишь подтверждали истину. Выживает сильнейший. Она и стала девизом нового мирового порядка. Но кому нужно было поменять полюса добра и зла на нашей планете? Почему так внезапно сменились мировые правители? Это штат Кентукки. Здесь в отдаленном районе живет группа людей с голубой кожей. Это потомки французского эмигранта, поселившегося там более 160 лет назад. У них голубая кровь. В течение многих поколений они вступали в брак только с членами своего рода. В телах этих людей отсутствует фермент, необходимый для превращения голубого белка крови в красный гемоглодин. Это и придает их коже голубоватый цвет. Существует легенда. Однажды в отдаленный испанский монастырь попал палач. Он умолял монахов дать ему возможность замолить страшный грех. Казнь человека небесного происхождения. Божественная суть жертвы открылась, когда топор опустился на ее шею. На землю скатилось несколько голубых капель. На языке современной науки жертву палача назвали бы кианетиком. У жертвы не текла кровь, потому что такая кровь отлично сворачивается. Даже серьезные травмы не вызывают большого кровотечения. Кианетики не страдают обычными заболеваниями крови. Микробы просто не могут атаковать их клетки. Посмотрите, вот под микроскопом кровь обычного человека. В ней преобладает гемоглобин, белок, содержащий железо. Окисление железа дает алый оттенок. А вот кровь кианетика. В ней вместо гемоглобина белок, насыщенный медью. Оксид меди, медный купорос, дает крови синий оттенок. У различных богов Индии их действительно часто изображают синий или с голубой кожей. Голубой цвет это обозначение не человеческого происхождения. Голубая кровь признак высшей касты. Согласно индийским древним текстам Пуранам, это люди божественного происхождения. Они не знали людских болезней и имели врожденный набор качеств. Милосердие, умение управлять массами, навыки целительства. Но для сохранения этих свойств они не должны были вступать в браки с обычными людьми. желание желание не разбавлять свою кровь, то есть не портить рот, оно характерно не только для фараонов Египта, но то же самое мы наблюдаем у евреев, древних евреев, то же самое у королевских родов Западной Европы. Рот из штата Кентукки и сегодня исполняет древний завет, блюдя чистоту крови. У детей кионетиков в смешанных браках кровь обычная красная. Такие дети теряют все качества одного из родителей. Они могут подвергаться болезням и что самое странное мутация. Замена крови позволит начать процесс мутации. Защиту от вируса может дать в земных условиях красный металл. Он должен чувствовать боль, чтобы не испортить такой сложный организм. главным его инструментом будут руки. Сегодня о людях с голубой кровью мало что известно. Их практически не обследуют врачи, потому что они не болеют. Они не подвержены ожирению и вирусным заболеваниям. Живут очень долго. Истребить монархов можно было только одним способом. Не признавать их власть. Объявить полузабытые истины сказкой и придумать новое. Причем доверить это человеку, которому верит и который сам является частью этих голубых кровей. Верит в Бога, соблюдает правила родственных связей и не выносит алой крови. Смотрите во второй серии «Улучшить кровь новой элите». Это голубое сердце, голубое тело. Главная задача экспериментаторов. было делать андроидов. Мы никуда не денемся. Итоги страшного эксперимента. Мне тогда шесть лет было, что я могу с этих времен помнить. И истинная роль обезьян в кровавой драме человечества. В проекте Кот Дарвина «Проклятие обезьян». Это место в Таиланде пользуется невероятной популярностью у туристов. Высокая гора на столичной окраине полностью находится во владении обезьян. Бог обезьян Хануман получил эту гору для своего народа от царя Рамы. Однажды местный правитель решил провести по этой горе железную дорогу. Обиженные обезьяны мешали строителям. Правитель приказал перестрелять их. Сотни трупов животных лежали у обочины дороги. Обезьяны перестали показываться на глаза человеку, а строителей поразила страшная лихорядка. Люди умирали за несколько часов. Это устойчивая легенда проклятия обезьян. И когда кто-то хочет их уничтожить, происходит несчастье. Согласно тайным знаниям, тайной доктрине, обезьяны произошли от человека. И тогда правитель остановил работы. Он взошел на гору и стал умолять обезьян простить его. Он стоял там неделю и эпидемия наконец остановилась. Сегодня местные жители больше всего боятся вновь навлечь на себя проклятие обезьян. Гнев Ханумана страшен. Кот Дарвина проклятие обезьян. Сухуми известный на весь мир питомник обезьян. Местные жители утверждают первых питомцев мы можем встретить прямо на дороге. Это одичавшие приматы. Наиболее сильнейшие продолжают свой род естественным путем в диких условиях. Но во время войны Абхазской и первой Абхазской войны обезьянник был разгромлен. Обезьяны убежали из-за обезьянника и большая часть из них стала жертвой расстрелов. Они бегали по улицам, а их расстреливали боевики из грузинской и с абхазской стороны. Здесь в 1927 году профессор Илья Иванов выполнял задание партии найти способ доказать теорию Дарвина любым путем. Дарвинизм и пропаганда Дарвинизма и происхождение человека от обезьяны это была часть такой общей борьбы, как они считались народной отсталостью. Планы по созданию обезьян и людей профессор Иванов вынашивал с юности. Но в православной стране проводить такие опыты было невозможно. Поэтому с приходом к власти большевиков профессор предложил красным комиссарам доказать теорию Дарвина наглядно. Гибрид будет использоваться для борьбы с религиозными предрассудками, что его будут показывать или выставлять в музей или он будет представить перед экскурсиями. Это действительно будут дети, которых будут любить их матери, потому что они будут жить, как обычные граждане. Илья Иванов, 1918 год. Те, кто его поддерживают в правительстве, они часто более категоричны. Они пишут о том, что вообще это очень важно, если будет получен гибрид, для того, чтобы бороться с влиянием церкви, для того, чтобы бороться с витализмом, идеализмом и так далее. Согласно документам, здесь обитало до 200 особей шимпанзе и орангутанов. В особом отсеке должны были поселить женщин, которых оплодотворяли спермой орангутанов-производителей. Если женщины добровольно согласятся вызоваться в этих опытах участвовать, то это не будет нарушать никаких этических норм. Его даже поддержали отдельные деятели в Коммунистической Академии. Но что же здесь происходило на самом деле? Сегодня это остается для нас загадкой. Ну, к счастью, сохранилось одно-единственное его письмо. Гибридный человек, который соответствует антропоидам, с рождения растет быстрее, нежели обычный. Гораздо менее чувствителен к боли. Важнейшее его преимущество перед живыми существами, включая человека, простота в управлении и безукоризненное послушание. Возможности использования безграничны. От работы в сырых забоях до солдатской службы. арест Иванова прервал эксперименты в середине процесса. Все подопытные женщины и персонал были навсегда выведены отсюда осенью 1932 года. Перед нами отроги Тяньшани. Сюда много лет подряд направляются экспедиции на поиски существа, которого никто никогда не видел. Ети это охрана Махат тех высших людей из Тибета. В этих местах находился один из лагерей системы ГУЛАГ. Именно сюда попал после ареста профессор Илья Иванов. Европейские газеты 30-х годов писали скрещивание обезьян продолжилось в тюремных лабораториях. Была опубликована статья, в которой говорилось, что вообще за этими опытами стоял Сталин. Хотел, чтобы производство гибридов стало массовым и чтобы в Красной Армии солдат заменили гибриды, потому что они будут лучше обычных солдат. Бельгийский писатель Эйванс утверждает, заключенные устраивали массовые побеги из этих мест. Они боялись стать подопытными крысами профессора и отцами будущих солдат. Здесь уже не было добровольцев. Можно думать о каких-то опытах на людях, на заключенных, на приговоренных к смертной казни. Протокол показаний арестованного. Был задержан за невыполнение распоряжения. Требовалось произвести оплодотворение женщин спермой гориллы. Опыты проводились в больничном управлении ГУЛАГа. Причиной отказа считает аморальность такой работы. Вот здесь, на этом месте, в 1943 году начался бунт заключенных. Были разгромлены лаборатории, часть восставших бежала. Пожилые охотники вспоминают, люди боялись тогда ходить в лес. Многие собаки, домашние животные пропадали ночами без единого звука, а утром находили огромные следы на снегу. Если предположить невозможное, то тогда понятно, откуда появились йети, откуда появился снежный человек, тогда можно объяснить. Сегодня эти следы время от времени проявляются на зимних охотничьих тропах. По их словам, странное существо уже несколько десятков лет встречает их в определенном месте. Бывалые охотники, которые всю жизнь по тайге охотились, они неоднократно видели это существо. Охотник, увидавший это существо, никому не говорил, даже сам своим близким. Лилия Зинкова от рождения живет в этих местах. Раньше часто ночевала с мужем прямо в тайге, пока не увидела это существо. Я смотрю передо мной, уходит ну типа как человек, но метр восемьдесят ростом и серая шесть. Посмотрите, местные жители не лгут. Наша камера зафиксировала Йети. Снежный человек действительно проживает в Казахстане. Возможно, что у казахского Йети есть старший брат. В Абхазии, где красный Франкенштейн начинал свои опыты, живет странный человек необычайно высокого роста. Роберт плохо помнит свое детство, но по словам очевидцев, внук вылитый дедушка. Это мой дедушка, а рядом это мать моя. О, лошадь. Такая сила досталась Роберту от предков. По словам односельчан, бабушка Роберта не была человеком. Якобы какие-то охотники в горах поймали женского пола снежного человека. Говорят, была обросшая вся в волосах. ее держали якобы на цепи. Странное существо постепенно привыкало к людям. Ее приручил один из жителей и вскоре взял к себе жить. Девочку родила. Ее звали Камаша. Родила она сына. Его назвали Хуйт. Он очень черный был. Возможно, предки Роберта как раз и родились в знаменитом обезьянном питомнике в Сухуме в 30-е годы. Именно оттуда партию подопытных существ увезли в горы вскоре после ареста профессора Иванова. В свое время туда, вы знаете, запустили обезьянки, они там акклиматизировались и красно переносили зиму, охотники, живущие там далеко и слышат крики там и прочее. Сегодня мы можем только догадываться сколько существ порожденных опытами профессора Иванова рассеяно по миру. Но самые страшные последствия миру еще предстоит пережить. Сегодня мы знаем точно обезьяны отомстили человечеству. Здравствуйте. Кто вы такой? Я Мохандес Ганди, юрист. Извольте покинуть вагон, здесь место только для белых. Но я имею право, я оплатил билет, я принадлежу к знатному роду. Мне нет дела до вашей семьи. Вы слишком близко находитесь к роду обезьян, чтобы я мог позволить вам находиться в моем обществе. Обезьяны проклянут вас за эти слова. Вместе с теорией происхождения видов выходит в свет еще один увесистый труд о происхождении мира. Елена Блаватская с 17 лет находилась в беспрерывном путешествии по планете. Результатом стала тайная доктрина книга о происхождении жизни на планете Земля. Согласно доктрине Блаватской все религии имеют один общий источник и ей единственной из Европы дали прочесть его в одном из монастырей Непала. Мало того, что она лет 10 провела у них там в горах обучалась напрямую, есть фотография документальная, где Блаватская сидит, сзади нее стоят трое махат. Тайная доктрина госпожи Блаватской имела бешеный успех. Все новейшие открытия она, как и Дарвин, считала развитием замысла творца, но обезьянам Елена Петровна отвела совсем иную роль. Люди появляются даже раньше животных, тем более у человекообразных обезьян, которые, согласно теории Блаватской, они произошли именно от людей. посмотрите, с какой любовью люди ухаживают за обитателями этого дома. Это обитель бога обезьян Ханумана в Джайпуре. Здесь тоже считают обезьяну родственником человека. Брамины приписывают этим добрым существам происхождение от человеческой матери. Елена Блаватская много лет изучала учения браминов. На страницах своего труда доказывает обезьяна произошла от человека. Будучи морально безответственными, люди через беспорядочные совокупления с животными создали то недостающее звено, которое века позднее стало настоящим предком обезьяны. Елена Блаватская. Некоторые ученые не согласны ни с Блаватской, ни с Дарвином. Они считают людей низшей ступенью человечества. У обезьяны произошло где-то на шестом месяце выкидышки, где еще не сформировались предупредительные связи в мозгу, и он стал ходить на двух ногах. Поэтому человек это не доделан обезьяна, и он стремится к совершенству. Почему же век материализма упорно делает ставку на наше происхождение от обезьян? Почему с такой настойчивостью мы ищем сходство между нами? Давайте понаблюдаем за поведением этого шимпанзе. Самые близкие к человеку виды шимпанзе и орангутан. У нас с ним практически одинаковые строения внутренних органов. А посмотрите, как детеныши обезьян общаются друг с другом. Радость, гнев, любовь, забота. Обезьяна доходит до уровня развития ребенка. А теперь посмотрите, как ведут себя человеческие дети. Они совсем не такие. Что же упускают рьяные сторонники дарвиновской теории? Человек это его мозг. Чем отличается человек от обезьян? Во-первых, кончиками своих пальцев. Эти кончики пальцев, которых нет ни у кого у животных, обслуживает чуть ли треть мозга. Посмотрите, это мозг человека. Вот эти столбики, нейроны, которые контролируют нашу деятельность, позволяют управлять уникальным инструментом руками. Это мозг обезьяны. У нее таких нейронов нет, даже в зачаточном состоянии. Кожа обезьян груба, и пальцы не способны к тонкой работе. Мозг человека разделен на доли. Вот эти ломанные сегменты, они отвечают за разные типы мышления. Мозг обезьян имеет сплошную структуру с небольшими зачатками разделения на лобные доли. У нас разный мозг. Строение мозга разное. И если у человека обезьян появились зачатки лобных долей, у других животных нет вообще, то у них появились действительно зачатки юмора, самого примитивного. Так почему же человек мыслящий признал себя приматом? Научная общественность 19 века сначала в штыки восприняла последнюю часть учения Дарвина. Но книгами зачитываются все несогласные социалисты, коммунисты, революционеры и террористы. На полке каждого диктатора 20 века стоял томик теории происхождения. Каким-то образом сразу в нескольких центрах Европы появились активные сторонники среди авторитетных ученых. С моей точки зрения это было по меньшей мере определенный сговор. Вот неполный список людей, вдохновленных учением Дарвина. Маркс, Энгельс, Ницше, Сталин, Геббельс, Мао-Дзедун, Муссолини. Эти люди развязали самые кровавые события прошлого века. И самые страшные из них были на расовой почве. Тылыя Баканбарова самый старый гонщик со стажем. В день оленевода она выступает от своего племени энцев в годовом забеге на оленьих упряжках. Гонки на оленьих упряжках спорт для молодых. Но в небольшом энецком племени молодых мужчин почти не осталось. Каждый ребенок на счету. Подобрать невесту будущему оленеводу занятие трудное. Их просто некому рожать. Поэтому тылыя привычно садится на сани и не по возрасту молодецки машет кнутом. Надо же кому-то представлять угасающий рот. У печер у реки где живут оленеводы и рыбатят. Когда-то их племена заполняли берегах Атанги в этих местах. Сегодня жизнь энцев пример расовой дискриминации природы. Представители этого народа осталось около 250 человек. Аборигены Северной Сибири вымирают уже несколько столетий подряд. Причина бесплодие и невозможность иметь потомство от других рас. И никакие доводы генетиков не могут помочь этому народу. Это другой вид гурнсапиенсы. Поэтому он не дает потомство в смешанных браках с другими народностями. А вот представителям африканской расы подобное не грозит. Они могут вступать в союзы с любыми расами и иметь здоровых детей. Но в соответствии с теорией Дарвина их отнесли к низшим представителям человечества. Стало очевидно. Вот я живу культурно, я живу очень хорошо, у меня есть свой дом. А вот эти народы, которые там существуют в Латинской Америке, в Африке, в Австралии, народы, которые предназначены для того, чтобы трудиться на меня. Согласно доработке учения Томасом Гексли, разные расы стояли на разных ступенях развития. Это развязало руки колонизаторам в переустройстве мира. Оправдание жестокости в захвате земель было найдено. Англичане истребили население Тасмании. Англичане их сочли за обезьяны, даже ели. Там было массовое людоедство для колонизаторов. Это пострашнее любого фюрера. На заре передела мира кровожадные идеи помогали прокладывать дорогу новой элите человечества. Но кому же было выгодно поддерживать теорию высших и низших рас? 1918 год. В России революция. В Европе расцвет евгеники. Социал-дарвинизма. Бога больше нет. В светских салонах разговаривают о теории Зигмунда Фрейда. Выходит новое философское пророчество закат Европы. Белая раса близится к своему концу. Все умрет. Бесконечный пессимизм Шпенглера заразил умы целого столетия. Сейчас основное наше боление, которое раньше не было, и у патриархальных народов исчезнет, это депрессия. Почему депрессия? Потому что скучно стало. Ведь скучно. Человек смертен. Дарвинская теория продолжала разрушать мозг людей. Появился психоанализ, лечение депрессии. Его основоположник Фрейд разработал ее согласно теории Дарвина. Фрейд воспринял от Дарвина два основных влечения. Это стремление к жизни и стремление к смерти. Фрейд использовал слова влечения или инстинкты, по многому показывая их биологическую природу. Сегодня депрессия одно из самых распространенных заболеваний. Врачи считают ее причиной многих заболеваний и лечат таблетками. Если раньше человек напрямую был обращен к Богу и находил в этом большую поддержку и опору, то сейчас вместо Бога у нас те же достижения, технический прогресс со всеми его материальными носителями. Утрата веры в Бога на небе и в царя на земле считают причиной проблем 20 века. Толчком к перевороту в умах послужило учение Дарвина, но оказывается все начиналось гораздо раньше. Ресурсы земли строго ограничены. Рост народа населения должен быть строго ограничен нравственным воздержанием или эпидемиями, войнами, голодом. Томас Мальтус, член английского королевского общества и французской научной академии, 1798 год. Автор этих строк Томас Мальтус, знаменитый масон и мистик. Он рассчитал рост населения планеты и пришел к страшным выводам. Человечество растет в геометрической прогрессии. Скоро людям станет нечего есть. Это Томас Мальтус понял еще 200 лет назад. Не все люди рождающиеся имеют шанс получить место под солнцем. И поэтому происходит некая регуляция численности за счет эпидемий, болезней, воин, голода. Идеи Мальтуса вдохновили создателей учения Дарвина на труд, который позволял переступить этические законы и сокращать население планеты любым путем. Идея о выделении лучших людей привела масонов к созданию радикальной ветви ложи иллюминатов. Под патронатом иллюминатов произошел знаменитый масонский съезд, на котором было принято решение масонских лож об участии их в организации революции во многих странах Европы. Уничтожение королевских домов стояло на первом месте в программе будущего мироустройства. Эксперты утверждают, миф о конечности ресурсов планеты был запущен нарочно, как часть информационного сопровождения передела мира. Один грамм плутония или иридия дает столько энергии, сколько тысячи цистерн нефти. Но эта тема не популяризируется. Смотрите далее. Инопланетное происхождение королевских родов. Они имели происхождение нечеловеческого. Египетские фараоны первые потомки инопланетян. Они передали как бы свои знания египтяну. Зачем пришельцам нужен был алкоголь? Это позволяет чувствовать себя более комфортно. Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ код Дарвина «Проклятие обезьян». Эти строения знает практически каждый житель нашей планеты. Пирамиды. Их считают усыпальницами фараонов, но это лишь предположение. При всех тех достижениях, которые достигнуты в строительной технике, даже близко повторить те приемы, которые использовались при строительстве пирамид, невозможно. Здесь три тысячи лет назад проходили самые сокровенные обряды жрецов Древнего Египта. И главная роль в них отводилась фараонам, правителям божественного происхождения, людям с голубой кровью. Они имели происхождение нечеловеческого, происхождение от некой расы, которая объективно по своим способностям более сильная, чем люди. В отличие от крови обычных людей, состав крови правителей божественного происхождения насыщен медью, гемоцианином. Это очень вязкая жидкость, и она медленно транспортирует кислород по организму в условиях земного притяжения. Чтобы поддерживать быстрый обмен веществ, необходимо было придумать способ разжижить кровь. В самых древних текстах земли ведах самое употребимое слово сома культовый алкогольный напиток. Алкоголь до сих пор используют во многих религиозных обрядах, что вызывает массу нареканий, ведь на обычного человека он действует очень плохо, но на человека с голубой кровью совсем наоборот. Если человек с медью в крови пьет алкоголь, это снимает вязкость крови, она становится более жиже и циркулирует по организму быстрее. Это позволяет чувствовать таким людям себя более комфортно. Посмотрите на карту Египта. Он тянется вдоль реки Нил, где раньше были сплошные болота. Почему племена охотников и скотоводов решили заселиться вдоль рек и начать мелиорацию? Потому что им потребовались кардинально другие продукты, которые должны были содержать вещества для поддержки меди в организме. Все эти растения, которые на земле искусственно созданы, либо доставлены с тех планет, где раньше извели аборигены. Пшеница не нужна обычному человеку. Для поддержания баланса железа в крови нам необходимо свежее мясо, яблоки, свекла. Но новая еда, видимо, пришлась по вкусу подданным божественного рода. Да, наиболее эффективной культурой в Египте была пшеница. Конечно, они готовили из пшеницы и напитки, и хлеб. Все королевские семьи продолжали традиции древних предков. Они строго охраняли свой род от смешения. Фараон их на том. Он женился на необыкновенно красивой, изящной и очень продвинутой женщине не из рода фараонов. Посмотрите, как много изображений Нефертити приказал запечатлеть их на тон. Вот она на коленях управителя, вот супруги отдыхают с детьми, вот слились в страстном поцелуе. Фараон увлечен, но его род угасает. Красавица-жена рожает только дочерей. голубая кровь смешивая с красной становилась красной, я думаю, что она просто разбавлялась, просто уходили постепенно качества. Дети фараона рождались с другим типом крови. Жрецы пытались скрыть этот факт, но слухи распространились быстро. Народ был возмущен поведением правителя, который под влиянием своей жены иноземки даже сменил веру и стал поклоняться золоту. Но было поздно. Однажды Нефертити просто исчезла. По версии некоторых историков, Нефертити была беременна сыном, который положил начало будущему роду правителей мира. Попытки браков людей с голубой кровью, насыщенной гемецианином, с людьми с алой кровью, насыщенной гемоглобином, дают странные результаты. Потомство полностью теряет положительное качество голубокровых, но имеет невероятный инстинкт выживающих. Гробница божественной Нефертити не найдена до сих пор. Возможно, потому, что ее соплеменники переместились в Европу. Чарльз Дарвин ступил на борт корабля Бигль в роли компаньона капитана. Цель этого путешествия была исследовать флору и фауну Эквадора. Теорию эволюции можно было родить, находясь в Великобритании. Можно было родить группу ученых, которые обобщили знания, которые в принципе имелись об природной живности в Австралии и в других английских колониях. В течение пяти лет Чарльз Дарвин послушно собирал образцы бабочек, жуков и рыб. Он зарисовал деревья, ландшафт и аборигенов. Но кроме представителей экзотической природы, в его альбом попадали образцы совершенно иного направления. Бигль военный корабль, нагруженный военной техникой с восемью мощными орудиями на борту. Каждый его пассажир имел свои строго определенные обязанности. Поэтому под маркой исследования натуралиста Дарвин занимался разработкой захвата Галапагосских островов, которые принадлежали Испании. Он детально зарисовывал фьорды каждого острова, описывал береговую линию и корабли, считал береговую охрану. А замечательные коллекции натуралиста ему пришлось в спешном порядке разбирать на обратном пути. Корабль Бигль отпрыл с островов, он изучал эти вьюрков уже в коллекциях на борту корабля во время плавания и сетовал, что он не разобрал должным образом коллекции. Ему пригодился его праздный вид студента и увлечение богословием. Беседы с аборигенами о гиене огненные всегда располагали к внимательному изучению местности. Дарвин стал первым шпионом, который под маркой натуралиста проводил детальную разведку чужих земель. Сегодня тысячи шпионов ежедневно проходят его путем. Под видом туристов они фотографируют тысячи секретных лабораторий, мостов, плотин, портов и военных объектов. Казалось бы, их деятельность легко предотвратить, но в толпе безалеберных туристов профессиональному разведчику раствориться легче всего. А началось все с короткой встречи будущего пастора и молодого дельца в англиканской часовне. Чарльз Дарвин Да. Я барон Натан Майер. У меня к вам поручение от моей семьи. Вы застали меня врасплох. Я хочу вложить капиталы в научные разработки. И мне кажется, сейчас самая перспективная наука биология. И мне нужен ученый с громким именем. Но я не умею писать. В детстве я придумывал только маленькие сказочные истории. Ничего. Для больших сказок есть другие люди. Смотрите далее. Проект масонов под названием Дарвин. Путешествие было оплачено масонами иллюминаторами. Спит проклятие обезьян. Вирус и иммунодефицит обезьян, например, по тем же оценкам около миллиона лет. Чудовищные опыты над человеком. Планы искусственного обладворения африканских женщин семенем шимпанзе. Смотрите в уникальном проекте телеканала РЕН-ТВ код Дарвина «Проклятие обезьян». Эту песню поп-кумир пел уже смертельно больным. Страшная новость облетела весь мир. Фредди Меркури умирает от спида. Человечество вдруг осознало самый страшный враг в надвигающемся веке ничтожно мал и безмерно опасен. Спит болезнь от которой нет спасения. Его невозможно распознать обычными средствами. клетки вируса могут годами находиться в организме человека и не давать знать о себе. То есть они сидят в клетке очень тихо. До тех пор, пока не наступят какие-то благоприятные условия, они тогда быстренько выходят, заражают следующую клетку и опять тихо сидят. Иммунитет поэтому на них не может реагировать, потому что когда нет никаких проявлений, на что реагировать? Носитель вируса может болеть обычными болезнями, а лечение не будет давать результата. Постепенно человек медицинская помощь сводится только к замедлению течения болезни. Посмотрите, вот так выглядит клетка вируса под микроскопом. Его называют Божий бич. За полвека вирус унес в могилы около пяти миллионов жизней. Максимальное его разнообразие обнаружено в Западной Африке. То есть это такой очаг, скажем так, природный, локальный, где он обитал в приматах. Ну, в высших приматах, в том числе вируса иммунодефицита обезьян, например, по тем же оценкам около миллиона лет. Миллион лет смертельный вирус хранился в кладовых природы. Ученые утверждают, этот вирус носит множество животных видов и ни разу не было случая перенесения заболевания иммунодефицитом на другой вид. Вирус когда-то пересек межвидовой барьер между шимпанзе и один из баштаммов и человеком. Страшную болезнь века нам подарили обезьяны. Тот самый вид, который должен был доказать теорию Дарвина. Много лет вирус циркулировал на небольшой территории обитания шимпанзе в Африке, пока на ней не появились белые колонизаторы. Достаточно, чтобы она поцарапала предположение человека, достаточно, чтобы они ранили обезьяну и кровь человека сконтактировала с кровью обезьяны. Все. Обезьяны отомстили своим обидчикам. Социал-дарвинизм подарил человечеству идею о неравенстве рас. И когда профессор Иванов строил свои планы о взращивании новой расы от обезьяны и человека, он делал ставку на потомство шимпанзе от негров. Их красный франкенштейн считал самым близким видом к обезьянам. И поэтому свой первый опыт по скрещиванию он провел в Африке. Ничего не было известно о вирусах, которые могут содержаться в сперме обезьян, когда Иванов был еще в Африке, то, конечно, у него были планы искусственного облодотворения африканских женщин семенем шимпанзе. Профессор Иванов оплодотворял африканских женщин тайно под видом лечения типичных женских болезней. Но он не скрывал своих опытов от французских коллег-колонистов. Последователи социал-дарвинизма повторяли эти эксперименты, а потом в газетах появлялись казалось бы ничем не примечательные сообщения. В провинции Канакри внезапная лихорадка унесла жизни роженец и детей целого племени. 63 молодых гвенейки лечились от невмонии целый год. Причем болезнь, по свидетельству нашего эскулапа доктора Марно, обычно не имеет эпидемического характера. Лямонт, 1936 год. Так свершилась месть обезьян, и теперь человечество тщетно пытается найти способ загнать Джина обратно в бутылку. Знал ли Дарвин о том, что за демонов он выпустил? Неужели бывший богослов не предчувствовал последствий своей страшной идеологии? Возмездие настигло Дарвина еще при жизни. Сегодня ни в одной из его гладких официальных биографий вы не найдете даже намека на тот ужас, что преследовал ученого. Дарвин вернулся из плавания в общем, можно сказать, тяжело больным человеком. Отец-врач долго пытался поставить диагноз, собирал консилиумы, назначал лечение грязями, водами и диетами. Все было тщетно. Симптомы не указывали ни на одну из известных болезней. Он не мог общаться с людьми. Несколько недель не вставал с кушетки. Судороги, бессонница, кошмары по ночам, головокружение, рвота. Вот такое ужасное состояние. Отважный исследователь внезапно превратился в прикованного к постели инвалида. Это называется вегетососудистый синдром. Синдром паники или синдром тревоги. Откуда он взялся? Человек плавал пять лет, в открытом океане находился месяцами. Ничего вроде не боялся, а тут вдруг с ним случился этот синдром. Под прикрытием болезни Дарвин старался не выходить в люди. Это помогло скрывать, как на самом деле шел процесс создания трудов. И вот как он работал, так сказать, это совершенно загадочная вещь. И у него же не было там ни помощников, ни лаборантов, ни аспирантов, никого. Но кто же сглаживал больному и угасающему человеку его существование? Дорогая, мы можем начинать? Да. стоп. они же не слышат. Может быть, ты сыграешь им на пианино? гениально. Смотрите далее. Загадочная болезнь Дарвина. И в том роду вельчудов была эта мутация. Кто хотел заставить ученого замолчать после выхода теории эволюции? Масоны – это как раз та самая секта на базе христианства, которая поклоняется сатане. Где скрыта вся правда о происхождении человека? Сатлантиды, которые доставлялись люди высокого роста. Смотрите в финале уникального проекта «Кот Дарвина. Проклятие обезьян». Жена Дарвина безропотно сносила все болезни и причуды мужа. По мнению очевидцев, она была ангелом. Кроткая, набожная женщина. Лучшая ученица Шопена родила ученому 10 детей. Казалось бы, иметь такую спутницу жизни уже счастье. Но именно ее присутствие рядом Дарвин воспринимал как проклятие и божий бич. Он в 1939 году женился на своей кузине, двоюродной кузине Эмме Веджвуд. И надо сказать, что все Дарвины женились на этих девушках из рода Веджвудов. Это были такие на протяжении многих поколений близкородственные браки. Каким образом ученые, знавшие все о скрещивании видов, мог вступить в кровосмесительный брак. Как и все представители аристократии, Дарвин не может не соблюдать таинство сохранения рода, но именно на нем природа дает сбой. Этот поступок Дарвин проклинает тайком от своей набожной супруги. Он мучится, когда умирают его дети, а смерть самой любимой дочери Аннет вызывает у него состояние полной апатии. Это проклятие отвращает Дарвина от продолжения своего учения. Постепенно он становится глух ко всем просьбам о консультациях, отказывает в комментариях даже влиятельным лицам. Ответ будет один. Я не помню своей теории. Автор Капитала был счастлив, когда узнал про теорию Дарвина. Он говорил, наконец-то эта церковь получила по заслугам. Капитал Капитал писал книгу Дарвина учителю. И пришел с этой книгой к Дарвину, но он даже не пустил на порог. Мог ли ученый забыть труд своей жизни? Или он сознательно старался избавить себя от него? Самым страшным проклятием семьи Дарвина стало угасание рода. Дети ученого, которые остались в живых, были бездетны. У них ярко проявилась болезнь смешивания крови. Видимо, и в роду Дарвинов. И она у троих детей себя проявила в форме вот такого стойкого бесплодия. В то время как сын прачки Томас Гексли процветал прямо на глазах. Его семья росла с каждым годом. Посмотрите на список самых известных ее представителей. Джулиан Хаксли, внук Томаса Гексли, английский биолог и эволюционист. Первый директор ЮНЕСКО и основатель Всемирного фонда дикой природы. Автор понятия трансгуманизм. Олдос Хаксли, внук Томаса Гексли, английский писатель. Эндрю Филдин Хаксли, внук Томаса Гексли, английский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 1963 года. Все эти люди потомки Гексли, представители масонских лож. Одна из легенд гласит, умирая, ученый признался, он не придумал ни одной мысли из своего учения. Это был коллективный труд. Мне говорят, я реинкарнация Дарвина. Я на это отвечаю, что я пришел исправить его ошибки. Дарвинская теория – это ложная методология. По ней получается, что люди простые материальные машины. Майкл Крымо много лет ездит по миру с одной целью – доказать, что учения Дарвина пишут уже два столетия фальсификаторы от истории. Существует множество доказательств, представителей человеческой расы, жили на земле задолго до появления человекообразных обезьян. Находки в Крыму доказывают, одновременно существовали кроманьонец с его высочайшей культурой и видом современного человека и неандерталец – примитивнейшее существо. Сегодня официально признано, ни один постулат учения Дарвина в чистом виде не доказан, не найдены промежуточные звенья между многими видами животных, не доказано происхождение человека от обезьяны. Американец нашел ископаемые какие-то куски, которые потом оказались не тем. Это частично от обезьяны, частично от чего-то еще, просто от человека. Под давлением общественности дарвинисты признаются, без Дарвина естественная наука развивалась бы в том же направлении, что и сейчас. А вот история человечества могла пойти более рациональным и менее кровожадным путем. Человечество оказалось на неком перепуте, где должно было выбирать, по какому пути пойти. Один путь это самосовершенствование, а второй путь это техногенного развития. Зачем нам зубы, если у нас есть ножи, автоматы? Наши дети сегодня уверены, в учебниках пишут правду. Родство с обезьяной большинство школьников воспринимает как данность. Я знаю точно, человек произошел от обезьян. Недавно археологи нанесли очередной удар по теории эволюции. Лондонское геологическое общество и палеонтологическая ассоциация Англии провели большую кампанию по изучению современных археологических данных. Ископаемые растения и животные были разделены на 2500 групп. Каждая из них была досконально изучена. Ученые доказали, каждая крупная форма имеет отдельную особую историю. Группы растений и животных появлялись в летописи ископаемых внезапно. Летучие мыши, жирафы, слоны, волки и киты также отличались друг от друга при своем первом появлении, как и теперь. Руководитель проекта Джон Мур заявил, нет и следа переходного звена к рептилиям и дальше от них. Но информацию об этом проекте быстро свернули, и большой огласки эта работа не получила. Может увеличить объем легких? Воздух будет все более разрежен, система фильтров будет работать сбоку, он будет потреблять много токсинов. Зачем? Это может стать причиной болезней, ему будет отведен слишком короткий срок. Не забывайте, он как и белые мыши, для нас все равно лишь экспериментальный образец. Сегодня на планете Земля живет более семи миллиардов человек. Половина из них голодает, треть планеты постоянно охвачена войнами и эпидемиями. Однако все это держится под контролем. Сложилась одна и та же система, которая представляет из себя объединение масонского принципа формирования власти и умение управлять массами. Эксперты утверждают, теория эволюции это действующая доктрина, по которой сейчас живет человечество. Ее главный тезис выживает сильнейший в противовес библейскому возлюби ближнего своего. Это инициирование войн вооруженных конфликтов. Это инициирование уличного хулиганства. Это инициирование крупномасштабных и локальных войн различного масштаба. В кругах ведущих конспирологов планеты есть мнение, что сейчас для массового сознания готовится новая доктрина взамен уже порядком устаревшей теории эволюции. Эта доктрина носит рабочее название Четвертый Рейх. Это известный американский публицист-конспиролог Джим Марс, исследователь современных тайных обществ. Он утверждает, на земле готовится фашистский переворот. Во Второй мировой войне были разбиты немцы, но не нацисты, которые просто вынуждены были скрыться. Они расселись по всем четырем странам света. Они сбежали с награбленными богатствами Европы и технологиями, которые были настолько передовыми, что они до сих пор остаются засекреченными в папках правительства США. По мнению конспиролога, сейчас во многих странах мира действуют подставные корпоративные компании, чьей целью является установление новой фашистской диктатуры на земле. Одним из требований этой диктатуры со временем станет условие для всех лиц неанглосаксонского происхождения. Добровольный отказ от деторождения или насильственная стерилизация. Это сейчас звучит странно. Когда придет время, это требование людям объяснят самыми гуманными и научными причинами. Ведь что получилось? Дарвин как бы подготовил почву. Мы знаем, что Бога нет, что можно все, выживает сильнейший. И здесь, как следствие, возникает логический запрет уничтожения живых существ на земле. И если допустить, что конспирологи правы, останется только догадываться, в чьих интересах будут действовать лидеры нового Четвертого Рейха. Они стремятся освободить место для тех, у кого на планетах перенаселение, для тех, кто давно наблюдает за нами. В данный момент новая доктрина для человечества готовится. Тысячи ног несут ее по планете. У них нет на пути препонов и границ. Тысячи рук передают ее в средства массовой информации, которые вскоре объяснят людям новые правила. Что хорошо, а что плохо. Заново расскажут, откуда мы произошли и куда уйдем. Все то, о чем нам не успел сказать родоначальник информационных войн на планете Земля дедушка дедушка Дарвин Sunday ater дедушка дедушка отдых дедушка